Здравствуйте! В эфире интервью. В этом году апрель богат на спортивные события для Омска. О том, что ждет нас в ближайшее время, мы поговорим с первым заместителем министра по делам молодежи, физической культуры и спорта Омской области Иваном Колесником. Здравствуйте! Здравствуйте! Эпид-обстановка наконец-то позволяет проводить спортивные мероприятия в регионе, причем достаточно массовые. И мне кажется, фестиваль единоборств, который у нас один из первых, один из таких ближайших спортивных стартов, в этом плане повезло. Мне кажется, он соберет много людей, которые прямо изголодались по большому спорту и по таким зрелищам. Вот как на ваш взгляд? Во-первых, еще раз пользуясь случаем, хочу пригласить всех как раз на «Красную звезду». 15 апреля, 18.00 стартует наш грандиозный спортивный праздник, фестиваль единоборств. К нему уже очень большой интерес, нам много звонят, спрашивают о нем. И, конечно, большая активность в социальных сетях. Я думаю, будет достаточно много гостей. Давайте тогда закрепим, может быть, еще раз эту уверенность. Поговорим о том, чем вот туда еще можно людей завлечь. Почему им стоит там быть? Во-первых, стадион «Красная звезда», открытый футбольный манеж, он будет оборудован достаточно интересно по самой картинке, по расположению главной сцены, по расположению площадок. В принципе, такого у нас в регионе или на «Красной звезде», тем более, еще никогда не было. Нас ждет яркое динамичное шоу, которое будет не затянуто, а будет максимально красочное. Будет подобран хороший видеоконтент, интересные поединки по разным видам единоборств. И, конечно, такой вишенкой на торте станет концерт популярной группы «Буррито», который будет абсолютно бесплатно для всех амичей, решающих на «Красную звезду». Предлагаю к этому потом еще попозже тоже вернуться. Ну, то есть, получается, что «Красная звезда» вроде бы футбольное поле, да, футбольный стадион, фактически превратится и в бойцовскую арену, и в концертный зал одновременно. Но такого совмещения еще, правда, не было? Нет, не было. У нас сегодня «Красная звезда» такой многофункциональный комплекс получился, спортивный. Он, в принципе, находится посередине такого качественного спортивного кластера, где рядом и сибирский государственный институт физической культуры, со своими спортивными объектами и новыми строящимися. Ну, так, я думаю, не лишним будет сказать, что совсем скоро там появится крытая хоккейная арена для занятий хоккеем, для тренировок на коньках. Поэтому это будет еще один дополнительный лед в городе Омске, что очень важно. Рядом находится парк, и вот в центре Манеж «Красной звезды», который становится таким центром притяжения. Совсем недавно мы проводили большой спортивно-культурный праздник «Крымская весна» внутри Манежа. На территории «Красной звезды» мы проводили Всероссийский день зимних видов спорта, крупное федеральное мероприятие, которое просто прошло на ура. Пришло порядка 10 тысяч мячей, и было очень здорово, интересно, была красивая картинка, интересные спортсмены. Приезжали многие участники Олимпийских игр, и все больше и больше у нас, у самих, как у организаторов, есть желание проводить мероприятие именно на «Красной звезде». Ну «Красная звезда» действительно как будто вторую жизнь получила. И возвращаясь вот опять же к гостям, звезды единоборств к нам приедут сюда? Вообще концепция, в принципе, мероприятие – это показатель именно омских звезд. Я вот открою такой тоже секрет, хотя мы уже об этом говорили. У нас, все мы знаем, что фехтование – это один из вид единоборств, и мы можем похвастаться тем, что у нас прямо в программе фестиваля поединок будет проводить наш двукратный паралимпийский чемпион Александр Кузюков. Где еще большую звезду единоборств можно увидеть, кроме как у нас в Омске на фестивале. Поэтому действительно будут представлены сильные омские спортсмены. Есть на что посмотреть, потому что часть будет, скажем, постановочная программа, чтобы показать красоту. Это различные так называемые в простонародье показухи спортивные. Да, таким термином, жаргоном воспользуемся. И часть это будут действительно профессиональные непостановочные поединки по разным видам единоборств. Перед Дильми, я как раз хотел спросить, насколько бойцы с азартом готовятся, потому что им же предстоит не только просто умение показывать, но и прямо защищать самих себя. Защищать самих себя, причем далеко не каждому из спортсменов, которые будут участвовать, доводилось выступать перед такой большой аудиторией на таких больших площадках. И для них это будет очень хороший опыт, в принципе, даже в последующем для своей спортивной карьеры. Будет яркое шоу, будет оборудовано большое количество мультимедийных платформ. Впервые на «Красной звезде» появится медиакуб. Тоже такая, скажем, секреты подготовки. Появится медиакуб для того, чтобы при большой посадке было видно с любой стороны, хорошо зрителю, что происходит, будет вводиться на него трансляция. — Давайте еще раз, может быть, про концерт «Бурита» поговорим. Потому что есть такая приятная практика, когда большие спортивные события в Омске сопровождаются вот такими вот концертами. То просто звезды приедут, проведут, то действительно выступают. Какой-то секрет, может быть, я не знаю, там песню для Омска специально приготовили. Или это пока так держится в тайне тоже, чтобы уже удивить на месте? — На самом деле «Бурита» сегодня очень востреба популярный исполнитель, и его приезд — это уже достаточно большое событие для культурной жизни региона. Я думаю, просто прийти и послушать музыку в исполнении знаменитого артиста уже здорово. — А давайте тогда поговорим о перспективе чуть более дальней, поскольку я понимаю, уже, наверное, все прекрасно слышали много раз про этот фестиваль единоборств. Все уже нацелены туда прийти, все нацелены побывать на «Красной звезде», посмотреть, если вдруг еще не довелось на то, как она преобразилась за вот последнее время. Но ведь в Омске еще один достаточно грандиозный турнир планируется, турнир имени Евгения Иканаевой. — Да, это вообще уникальное для региона событие, потому что у нас есть ряд видов спорта, которые традиционно очень сильны в Омске. И есть уникальные люди, которые представляли наш регион в этом виде спорта. Вот, например, Евгения Иканаева — это единственная в мире двукратная олимпийская чемпионка в личном многоборе по художественной гимнастике. Это уникальная спортсменка, ее рекорд, я думаю, побит будет еще не скоро. — Если будет, опять же. — Да, если вообще будет. Евгения Иканаева ездила в составе Омской делегации на форум «Россия – спортивная держава», который проходил в сентябре. Возглавляла делегацию губернатора Омской области Александра Леонидовича Буркова. Там была встреча у Евгения Иканаева с Александром Леонидовичем, где обговорили вопросы сотрудничества в сфере художественной гимнастики. И, конечно, у Евгении была инициатива в проведении ее именного турнира именно в Омске, который бы носил статус международного с участием сильнейших гимнасток мира. — Вот, кстати, о международном его статусе. Известно уже, кто к нам приедет, чтобы эту статусность и международность, так скажем, подтвердить? — У нас запланирован приезд сильнейших спортсменов из Белоруссии, которые были третьими на Олимпийских играх в этом году. У нас запланированы сильные спортсменки из Киргизии. И у нас очень сильный состав именно лидеров сборной России. Стоит сказать о том, что, например, к нам в Омске едут сестры Аверины, которые получили известность по прошедшей Олимпиаде на весь мир. Они тоже будут присутствовать у нас на соревнованиях и даже участвовать в торжественной церемонии открытия. А также, если мы говорим о звездности, у нас будет очень известная ведущая. Это журналист телеканала «Матч ТВ» Яна Батыршина, которая специально приедет для того, чтобы провести торжественную часть турнира Евгении Канаевой. — На самом деле, после такого анонса хочется попасть на трибуны, но, правда, не как журналист, а как зритель. Есть возможность такая? — Я бы разделил мероприятие на две части. У нас, что тоже, наверное, уникально для художественной гимнастики Омской школы, будет проходить открытие этих соревнований в концертном зале Омской филармонии. У нас запланирована такая шикарная культурная программа. И сама спортивная часть, которая будет проходить несколько дней, она уже будет именно в центре художественной гимнастики в нашем областном. Там, в принципе, вход свободный для зрителей, там есть достаточно количество оборудованных зрительских мест. Любой желающий может прийти и посмотреть на звезд художественной гимнастики. — А саму Канаеву тоже стоит ждать? — Безусловно. Она будет открывать турнир. Это турнир ее имени. Она один из главных организаторов, она инициатор. И, конечно, всю звездность турнира будет определять наша самая звездная гимнастка Евгения Олеговна Канаева. — А давайте поговорим, если можно, конечно, про открытие. Церемония будет грандиозная. Я так краем уха про это слышал, поскольку пока все держится в секрете. Говорят, какой-то очень именитный специалист им занимается. Мы можем людей заинтриговать и раскрыть его имя? — У нас это совместный проект с Министерством культуры, с Омской филармонией. Нам в этом активно помогает филармония. Сегодня у нас, получается, два режиссера мероприятия, которые один отвечает за именно культурную часть во всех смыслах этого слова. И второй — это как раз Ирина Борисовна Зиновка, которая являлась постановщиком номеров у Евгении Канаевой. Сегодня она помогает ставить номера как раз и сборной России, и тем же сестрам Авериным. Она как раз делает часть открытия, связанную с участием в ней гимнасток. — Да и приглашенных звезд. — Внушительно звучит. Я предлагаю пофилософствовать немного. Смотрите, вот художественная гимнастика, мы говорили, боевые искусства — это виды спорта, где Омск действительно всегда был силен, где Омская школа была впереди планеты всей, даже не только страны. Можно назвать Омск в связи с этим, и если принимать во внимание еще хоккейные достижения, вообще спортивной столицей России или кузницей кадров вообще для России спортивных? — Я неоднократно в своих интервью говорил о том, что Омск — это действительно спортивная столица, особенно в разрезе единоборств, в разрезе художественной гимнастики, в разрезе хоккея. Сегодня мы поставляем… Это даже видно по Олимпийским играм. Сегодня мы поставляем сильнейших спортсменов, по крайней мере, среди регионов СФО. Не то, что один из лучших регионов по итогам летних Олимпийских игр, у нас самое большое количество медалей среди регионов Сибирского округа. Поэтому, да, Омск — это столица, столица как минимум нескольких видов спорта и, в принципе, одна из спортивных столиц России. — И немного в финале о перспективах. Впереди, собственно, еще целый апрель практически, впереди потом еще целое лето, а мячи жаждут спортивных зрелищ. Что-то, может быть, еще грандиозное на Омске произойдет? Я не знаю, ну, помимо, наверное, турниров даже бойцовских, помимо, может быть, соревнований бегунов, может быть, у нас какие-то гонки проходят, еще что-то такое. — Я вообще хотел бы, в принципе, отметить, что в последнее время Омская область очень высоко оценена Министерством спорта Российской Федерации. Неоднократно у нас были чиновники высокого уровня СМИ спорта России. К нам приезжал и министр спорта, его первый заместитель, другие заместители приезжали. Также в Казани на форуме, где я участвовал с губернатором, встречался с министром спорта. Наша, в принципе, делегация Омской области была отмечена как одна из лучших. И мы представляли впервые в истории региональный стенд на выставке. Он тоже был признан одним из самых лучших и интересных. И мы в связи с этим периодически стали получать право на проведение различных крупных федеральных мероприятий. То есть, повторюсь, мы в феврале стали площадкой для Всероссийского дня зимних видов спорта, именно федеральной площадкой. В этом году нам дали право проведения Всероссийских летних сельских игр спортивных. У нас также регион будет принимать. Это будет грандиозный праздник, который пройдет в конце июля. Минимально приезжает порядка 45 регионов к нам в область на это мероприятие. Плюс сейчас в связи с сложившейся тенденцией мы активно прорабатываем совместно с федеральным министерством участие наших азиатских друзей, партнеров. И, возможно, даже мы эти игры сделаем открытыми. Омск вообще ждет большая линейка хороших, качественных спортивных событий. Я думаю, омичи за прошедшие порядка двух лет, наверное, это ощутили, что Омск набирает обороты. У нас очень активно развиваться стали игровые команды. Например, волейбольная команда, которая закончила сезон, она вышла в высшую Лигуа, повысила свой класс, скажем так. Сегодня наша баскетбольная команда буквально вчера завершила первый полуфинальный матч победой. В следующем матче они сыграют в Москве, и, возможно, они уже в ближайшую игру выйдут в финал плей-офф. Поэтому, я думаю, знаете, по крайней мере, спортивная жизнь региона – это то, что делает жизнь мячей интереснее, вызывает гордость. И, конечно, мячей ждет еще очень много интересного. Просто про все не расскажешь. Наверное, они, в свою очередь, тоже вольются и как-то помогут этой жизни процветать спортивной. Конечно. Вообще сейчас такое время, когда максимально можно мобилизировать свои резервы, именно спортивные. Все равно, когда люди видят спортсменов именитых, когда видят красивые спортивные мероприятия, они автоматически хотят привезти своих детей в секции, чтобы уже через год-два-три у нас появилась вторая, Евгения Канаева, например. И это очень здорово, когда есть на чем расти. Есть такие примеры, которые выходцы из нашего региона, которые защищали честь нашего региона. Это здорово. И у нас сегодня спорт активно развивается. И, я думаю, нас ждет еще очень много громких имен. Большое спасибо за беседу. Вам спасибо. А я напомню, это было интервью с первым заместителем министра по делам молодежи, физической культуры и спорта Омской области Иваном Колесником. Следите за эфиром Омск ТВ и оставайтесь в курсе главных событий. До свидания. Субтитры создавал DimaTorzok